Здравствуйте! В очередном выпуске программы Достоверно о важном мы расскажем о том, как сделать так, чтобы отдых на водоемах был не только приятным, но и безопасным. К примеру, наша съемочная группа посетила Комсомольское озеро столицы. Об этом наш следующий сюжет. За окном плюс 30. Сезон купания в самом разгаре. Даже в будни у водоемов свободное место удается найти с трудом. Набережная Комсомольского озера не пустует. Пляж снабдили раздевалками, душевыми, навесами, где можно спрятаться от палящих лучей. Даже выпить пиво разрешено в специально оборудованном месте. Но всегда находятся те, кто пренебрегает не только правилами поведения, но и своим здоровьем. Алкоголь – наш главный враг, не перестают повторять спасатели. У нас непосредственно на каждом водоеме Минское море, Дрозды, Птичь, Синянское водохраничье, Комсомольское озеро имеются стационарные спасательные станции, в которые входят дежурная смена, два водолаза, моторист, начальник спасательной станции, медработник. Мы патрулируем районы действия наших спасательных станций для профилактических бесед, проводимые с населением и для оказания воздействия на противоправные действия. Первый враг наш, который распитие спиртных напитков на пляже, после чего давай покупаемся, мы пловцы все, заплывают за буи и тонут. Мы выдвигаемся незамедлительно, у нас есть для этого только всего лишь 5 минут, чтобы спасти человека. После 5 минут уже наступает, мозг умирает у человека, после чего наступает смерть. Отсюда весь берег как на ладони. И к тем, кто заплывает за буйки, уже спешат спасатели. Есть и смельчаки, которые прыгают в воду. Со спасательной станции этот мост заметят трудно, поэтому наведываться сюда спасателям приходится часто. Проблемными вопросами, в том числе вот мы находимся на Комсомольском озере, у нас являются это административные правонарушения, связанные с распитием алкогольных напитков в общественных местах, пиво, мелкое хулиганство. Также имели место случаи совершения преступлений в отношении лиц. Это кражи велосипедов, а также иного имущества граждан. Это документы, деньги, мобильные телефоны и прочее. Омрачить отдых может не только алкоголь. Зачастую люди ставят машину у самого водоема, что является нарушением. Разводят костры в неположенных местах. Можно услышать и ненормативную лексику. Если не нарушать правил безопасности, а главное – соблюдать интересы тех, кто рядом с вами, такой отдых должен и будет приносить только радость. Сегодня у нас в студии заместитель начальника управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте. Как летняя погода отразилась на работе милиции? Одной из приоритетных задач органов внутренних дел в весенне-летний период – это, конечно же, обеспечение охраны общественного порядка, личной, имущественной и дорожной безопасности граждан как раз-таки в местах массового отдыха граждан. В этой связи хотелось бы сказать, что проделана серьезная работа, осуществлен комплекс мероприятий, в том числе подготовительный период имел место быть, когда сотрудниками органов внутренних дел, совместно с заинтересованными, осуществлялось обследование мест массового отдыха граждан, определялись какие-то недосчеты, недостатки на местах, вносились соответствующие предложения в местные исполнительные распорядительные органы и субъектам хозяйствования по их устранению и приведению в соответствии с требованиями. И второй, непосредственный этап, который сейчас у нас осуществляется с наступлением и установлением теплой погоды, непосредственное несение сотрудниками милиции в службы в местах массового отдыха граждан по обеспечению правопорядка. Ну, с какими правонарушениями чаще всего приходится сталкиваться? По состоянию на 1 июля сотрудниками милиции выявлено свыше 4 тысяч правонарушений в местах массового отдыха граждан. Конечно же, львиная доля их приходится на правонарушения, связанные с распитием алкогольных напитков и нахождением в местах массового отдыха граждан как раз-таки в состоянии опьянения отдыхающих. Распитие любых алкогольных напитков, в том числе и пива, в месте массового отдыха граждан, в неприспособленных для этого, скажем так, необорудованных местах влечет за собой ответственность согласно Кодексу о административных правонарушениях Республики Беларусь. То есть взять с собой на пляж, скажем, бутылочку пива и употребить, и это является административным правонарушением. Значит, и также хотелось бы отметить, что почему милиция, скажем так, принимает все меры к пресечению данных правонарушений, потому что как раз-таки употребление алкоголя, оно влечет за собой более тяжкие последствия. В первую очередь это человек, который находится в состоянии опьянения, он либо сам является потенциальной жертвой преступника, либо употребив, скажем так, определенное количество спиртного, его, скажем так, тянет на подвиги, и он становится, совершает уже уголовно наказуемые деяния и становится преступником. Но что самое трагичное, что зачастую вот эти распития спиртных напитков в местах массового отдыха граждан, особенно которые находятся вблизи рек, водоемов и озер, значит, они лекут за собой, скажем так, такие плачевные последствия, как утопление участников этих мероприятий. А как дела обстоят с кражами? Сотовые телефоны, документы нередко берут с собой на пляж? В местах массового отдыха граждан, значит, совершено 17 преступлений в целом по республике. Ну, хотелось бы сказать, что да, конечно, основная, скажем так, масса данных преступлений, это, конечно же, кражи. Поэтому в этой связи хотелось бы предупредить отдыхающих о том, чтобы ни в коем случае не оставляли свои вещи без присмотра, принимали всесторонние меры к сохранности находящихся при них предметов, вещей и документов. Для чего едут люди отдыхать? Конечно же, чтобы оздоровиться, значит, где-то получить определенный загар, поплавать в водоеме. И, конечно же, вот отдых, он несовместим, как я уже говорил, в первую очередь это с употреблением спиртных напитков. Поэтому вот вся беда как раз-таки вот в этих вот негативных моментах. Поэтому хотелось бы пожелать, что если люди собираются выехать, то на отдых, то чтобы они его и проводили соответствующим образом. И тогда никакие, скажем так, ситуации не омрачат его. А что делать отдыхающему, если в отношении него совершено противоправное действие? Все места массы отдыха граждан, на все места массы отдыха граждан, значит, выставляются наряды милиции. Значит, конечно, в зависимости от того, насколько это популярная зона отдыха, значит, соответственно, и наряды у нас выставляются в двухсменный режим работы. Первая, вторая смена. То есть непосредственно, если в отношении граждан совершается правонарушение, значит, они могут обратиться непосредственно к наряду, который несет там службу, либо позвонить по телефону 102. Все места массы отдыха граждан, они обозначены у нас в оперативно-дежурных службах. И дежурные нацелены на то, чтобы немедленно отреагировать на любое правонарушение, которое совершается в местах массы отдыха граждан. Оперативно отреагировать и принять меры, скажем так, к задержанию правонарушителя и привлечению его к ответственности. Спасибо, Дмитрий Александрович. Приятного и вам отдыха. Спасибо. Всего доброго. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok